Попробую показать, как работает, как моя станция ловится на всех частотах. Вот это, где поет, это моя станция. Видно, да, как я тут меняю частоту, и все, моя станция играет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она даже тут играла, моя станция. Настоящая ее частота 96,6 кажется. Вот она и тут играет, только с шумом. ДимаTorzok Сейчас в ютубе вложусь. Сейчас в ютубе тут начнет всякие... Присылать сообщения, что у него музыку... И тут как бы транслирует музыку и скажет, что нужно тут как бы... Будет реклама показывать то, что тут играет музыка какого-то... Таких-то авторов. Таких-то авторов. То есть музыку в основном непотребную пускают и еще потом... Удаляют звук или рекламу засугают за свою музыку. Не нужно... Вот это моя станция играет. Звук... Продолжение следует... 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 Кадмин плюс, это всё ерунда, что тут бежит. Я думал, что может он хороший, он емкость быстро чуть потерял. Когда на электроволосипеде был, может я его глубоко разряжал. Но всё равно я бы сказал, ерунда он. Вот, когда моего радио нет, тогда играет другая станция. Нон-стоп, конечно, нон-стоп. А вот что-то не перехватило. Видимо, аккумулятор убрал, частота поменялась. Вот тут экониксиал припаян. Один потом к другому. Вот так я экспериментировал. Вот антенна. Это я делал. Хотел ещё усилитель сделать. Ещё бы что-то мощнее было. Крова хватило на таком одном транзисторе сделать. На нём ничего не получилось. Он там 8 ампер. 50 или 40 вольт. Я его не выключил. Потом я там 6 параллель поставил. Транзисторов. КСП222. 2А4 двойки. И у неё потом я там всякие катушки подключал. В дно было 0,5 ампер. Может в это время и сгорели. Либо там был другой транзистор. Один такой уже был сгоревший. Я его вложил вместе с другими. Нужно было его выкинуть наверх. Из-за него. Благодаря нему все остальные сгорели. Возможно. Так что потом я обнаружил снова какие-то подозрительные транзисторы. Или когда сгорели. Там показывали между базой и эмиттером 2000 или 1600. Так обычно там 600 показывает без чем-то. Поэтому я уже не рисковал. Или там их уже выкинул сразу. У меня бедствие потом еще могут сделать. Лучше выкинуть их, если подозрительные не парятся. Разве сэкономлю, наверное, больше денег, если я их выкину и потом новую куплю. Хотя они там, может быть, и хорошие были. Это вряд ли хорошие. А тут у меня мешок, где я все выкидываю, всю электронику. Потому что ее вроде бы нельзя выкидывать. Вот сколько тут транзисторов всяких. Я уже, по-моему, собирала. Почему тут только нет? Я не спешу выкидывать. Может что-то потом пригодится. Я уже вытащу. А, видно, такой большой даже есть. Тут и твырь есть. Он не работает. Это, я думаю, может быть, и пригодилось. Вот эти конденсаторы. Вот эти золотые контакты. Вот эти конденсаторы. Твырь не переключатель. USB вот такая емкость. То есть контакт. Коннектор. По-моему, тут 60. Старею. Уже не вижу маленьких букв. Вроде бы... Точка 6... А, не так смотрю. 6,8,6. Что это значит? Не знаю. И потом... Т-33А. Тут всяких кнопок полно. Резонатор на 24 МГц, как я понял. У меня тут этот плеер, кажется, попортил. Или это моего... Да, это мой то что? Этот уже кое-что от его отобрал. В общем, я хотел его улучшить. И когда улучшаю, только еще хуже делаю. Он уже сколько раз пытался улучшить. Он уже сколько раз пожалел об этом. Только попортился. Ими покрывается. Ими на дверь открывается. И люди опускаются в тела земных рождает. Поют и окрыляются, влюбляются, венчаются и дальше устремляются в потерь. Делать то, что лучше получается и в теме замечается. По плоскости всю жизнь душа перемещается. Забыв, зачем пришла и все поняла, когда ушла. Ну как вам качество, не господа. Вот еще я не понимаю, зачем вот этот инвентарь нужен. И зачем вот этот конденсатор и вот этот, и тут вот та самая. Вот зачем этот и этот. Индуктор, так я понимаю, зачем. Он тут нужен, как я понял, напряжение, чтобы понизить и растянуть импульс во времени. Тут вот эта катушка и этот конденсатор, это тоже похожий вот этот резонансный конденсатор. Вот эта катушка, возможно, чтобы немного снизить напряжение. Мне непонятно, зачем. Вот этот вот непонятно, зачем конденсатор. Вот еще есть такие ослабления. Он тут за морем все ревелирует. Он меня попроще сдал. Вот. Вот. О, у меня как вот тут только вот этот конденсатор, там контурная антенна, только тут у меня никакой катушки нет, что мы хотели сказать, что еще тут катушки надо, у меня просто вот это сюда идет на конденсатор. Эта схема, кстати, неплохая, она как бы все принципы раскрывали. Спасибо. Спасибо. А тут тоже интересная схема, тут резонатор стоит, эта частота убегать не будет, я как понял с резонатором, не а то катушка видно, только тут никаких не пояснений, ничего, насколько частота не понятна. Вот, один конденсатор, второй, третий, зачем все это надо? Как я понял, окончательный каскадр. О, вот тут конденсатор, только какой-нибудь есть ли антену, как у меня. Это, как я понял, окончательный каскадр. Отдельный оттуда, что мы тут хотели показать уже. Вот тут венератор, вот тут трензистор, вот тут 1,5 вольта, вот тут дроссель. Вот тут венератор, вот тут венератор, вот тут венератор. Я могу увеличить входной звук. Вот так уже чересчур. Если слишком слабо, тогда будет выводка 50 Гц. Более слышно. Хотя зато не будет таких потрескиваний. Но я выбираю так между потрескиваниями и между наводкой. Такой где-то оптимальной, средней, золотой и серединой. Так. Так. Да, да, да. Продолжение следует... Вероятно, надо на резонаторе делать, чтобы частота не уходила. Пока мне это не так важно. Это не буду показывать, потому что недоконченное дело, нельзя показывать. Вот это такой радиатор. Он теплый немного. Он к электру припаян. Какие-то действия. Вроде бы то. Вот это можно, если что, отойти от какой-то станции. Вот так ставить и тогда будет на другой частоте. Кто-то теперь на станцию попал как раз. Но феррит как-то не очень. Даже как видно феррит. Он на 100 МГц даже работает. Некоторые говорят на килогерцах, он даже на 100 МГц. Часто тупо не ждет. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот я чистоту поменял. Теперь такая чистота. Надеюсь, на станцию не попал. Ну что, качер человека с большими бровями. Так и стоишь без дела. Субтитры делал DimaTorzok Из одной причины больше потому, что частота ниже. А другая причина может, что в резонанс лучше попал. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот посмотрю, что тут написано на блоке питания. Какое тут напряжение. 16 вольт, 3,36 ампер. Он старенький, он греется. На холостом ходу он греется даже. Либо он попорчен немного. По идее, хороший блок питания на холостом ходу не должен вообще греться. Нисколько. Например, вот этот нисколько не греется. Эти трансформаторы, конечно, будут греться. Трансформаторные. Вот этот тоже не греется. Вот этот греется для паяльника на холостом ходу. Он старый, поэтому греется-то. Все старые, они не очень хорошо сделаны. Вот даже когда я тут хожу, помехи создаю. Вот когда наступаю на провод. На данте надо тронуться. Ничего не происходит. Частота не убегает. Немножко есть влияние. Но если было бы не на генераторе, а сразу с генератора прямо на антенну, тогда бы сразу уходила частота. Паводь не горит, как в случае с качером. Там у меня горело. Вот так и кровь. И я покажу. Вот так и кровь. У меня для транзисторов биполярных, я тут сначала хотел только NPN транзисторы ложить, но потом так бы трудно было там ложить, мне PNP где не знал где ложить, поэтому и PNP начал ложить. Богатый я, сколько полевиков у меня есть, а нет, у меня PNP 3.2.0.5 и еще партия идет всяких там высоковольтных, этих вот биполярных, куча 20-5.5.0, это шли мы. Это шиба хорошо шибит. В общем, думаю, не верно, правда не буду что-то сказать. Наслаждайтесь музыкой. Вот хорошо, что эти батарейки. Вот еще транзистор. Пусть может тут стоит. Я тут сначала маленький хотел собирать. Пусть может вот тут где-то. А то он тут с термопастой, чтобы не засохла ноги, не запылилась. Это с телевизора вытащил, я уже говорил раньше. Ты делал магнитный, чтобы пробовал делать этот мег-генератор. Вот он трансформатор. Тут подавал напряжение 6 вольт. Он очень сильно прилипал. Но потом пробовал на одну катушку подавать прямоугольник и с другой снимать. А вот этот, считал, что вместо него это магнит или будет прибавка на выходе. Эту потребляемую мощность не считал. Но он бы даже вот такой электромагнит, он, можно сказать, мюзер потребляет. Поэтому, если уж делать с магнитом, можно просто электромагнитом сделать. Ну, в общем, я не знаю. Наверное, все очень-то грубо сделано. Что там прибавку не заметишь. Но из того, что было, я ее не заметил. Я бы сказал, нет там никакой прибавки. Что-то не стоит мучиться тут. Столько. Тут много материала, все входит. А прибавка, если там и есть, так там незначительно. Ну, Науди, на что там на странице, там как бы смущает измерение. Он там не написал, на чем мерил. Но там в одном месте написано на один килоом резисторе. Но потом, но если на один килоом резисторе, то посмотрев по его, то есть на сто килоом, кажется, амплитудам, то там не соответствует то, что там его приборы показывают. Если все рассчитать по амплитуде. Потому что там что-то меня смущает не до конца. Он там что-то доделал. А в другом месте он там мерил. И там по амплитуде у него совпадает. Как бы есть прибавка незначительная. Там я уже точно не помню, но где-то максимум два раза. Это все равно не стоит возиться на такой прибавке-то. Во-первых, не понятно вообще, или она там была, или тоже какие-то грешности. Поэтому я перестал возиться этим делом. Ну как бы проверил что-то, ничего не работает. Все, как говорится, камень с души упал. Надо эту установку делать. Даже не знаю, что делать. Или Дали установку, или, думаю, с двумя башнями. Но там тоже нет полной информации. По Дали как бы есть полная информация. Но там, ну все, он как бы хотел рассказать. Там никаких секретов не скрывал. Так как многие все чего-то недоговаривают. Скажут так, чтобы не повторить. А Дали хотел все отдать людям, Эдвард Ли. Поэтому он как бы ничего не скрывал. Но он зато много чего не договорил. Не договорил. Какая чистота у шпула. Какая чистота генераторных секундных импульсов. Какая длительность. Какое напряжение подавалось на этот генератор импульсов. Там какие-то еще смущающие моменты есть по его схеме. Там когда на фотографии смотрю. Некоторые такие моменты не очень понятные. Я уже повторял. Колечко у него как известно. было намотано не так как надо. фазировка. Поэтому у него там импульсов наносекундных с длительностью там одна наносекунда или около того не могло быть. там скорее были импульсы длиной где-то 100-200 наносекунду. Какая чистота была непонятно. Но еще потом когда может быть. Некоторые говорят что у него транзистор не на полную открывался. Так как от генератора не хватает энергии. Но это немножко не совсем так. Если там поставить конденсатор. Когда я смотрел конденсатор он заостряет. Особенно закрытие импульса. За открытие транзистора. И как бы поднимает напряжение. И сужает немножко импульс. Поэтому как бы могло хватить этого всего. Но он мог не до конца открываться. Все равно. Но зато он и меньше потреблял. Когда он не до конца открывался. И он мог выше частоту выставить. Какая частота была. Вот это неизвестно. Это самое важное наверное. Вот он какой на выходе импульс. Он не показал. Условен колобухов тоже не показал. Но он кое-что показывает. Кое-что рассказывает. Но кое-что для себя делает. А не для других. Не то что его просят. И то что сам хочет сделать. Показать. И то что сам хочет сделать. Так как не может он никому помочь. Он не до конца довести установки. Вот так. Уберите. Делайте. На него положиться нельзя. Не положиться не опереться. Не сесть ему на плечо. Можно немножко опереться. Но полностью положиться нельзя. Можете сказать. Он теперь в общем. Уже этим не занимается. Уберите. 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 Уберитее. Вот этот стиллограф все-таки Он такой, некоторые говорят, что это игрушка, но не совсем это игрушка, тем высоких частот не померишь, где-то до 30 кГц нормально, ну и то так условно нормально, нормально там где-то до 10 кГц можно померить. Ну и говорят, что тут можно крону сделать, будет портативный. Лучше я бы не крону, я бы к аккумулятору его 12 вольт соединил. Но он показывает правильное напряжение, например, на аккумулятор поставишь, и он покажет 12 вольт, 12,5 вольт. Вот я могу, наверное, даже продемонстрировать. Все равно музыка играет, зрители наслаждаются музыкой. Так что нужно продемонстрировать. Питаю его 12 вольт, от этого Samsung адаптер. ATDT до адаптера. Ипут Волт Волт 100 вольт 240 вольт 47 sher 63 герца 0,65 ампер Оуут 12 вольт 2 ампера Выставим Субтитры сделал DimaTorzok Есть! Берем аккумулятор И подключаем Минус к минусу Плюс к плюс Лампочка горелась Время подключения Показывает ВМАКС 13,89 Вольт Это то, что я мерил мультиметром Вот как он точно показывает Впик-ту-пик 1,6 Вольт Ну тут помехи эти создают пик-ту-пик И вот ВРМС 12,68 Вольт Так что он уже функцию мультиметра выполняет в какой-то мере 12,56 Вольт Что-то контакт не контактит Длината,52 Вольт Длината,68 Вольт Погрешности небольшие А вот этот что покажет Вот 15,53,2 А тут 12,68 Вольт Что он всем уже 14 показывает Вон тут от наводок радиостанции такое показывает Или от наводок из стиллографа Непонятно 13,53 Откуда тут может быть 13? Наверное от радиостанции Вот если наоборот вообще какой-то не показывает Только отключим радиостанцию немножко Вот что покажет Вот 12,74 А теперь другими поменяем полюса 12,75 Вот он показывает среднее напряжение двух этих вольтметров Где мой еще третий вольтметр А вот еще этот мультиметр Очень не точно показывает Так какая-то шкала 1000 Вольт шкала Он будет ничего там не видеть Точного Это еще один мультиметр Такой самый как бы хороший Ай вот Он где-то равняется с этим Только что батарейка его маленькая Да вот один недостаток Так он достаточно хороший Он и миллиамперы мерит А его раньше Немножко критиковал Не очень хороший Вот это 12,72 Вот примерно то и есть Что я из селлограф показывал 12,49 на максимуме Мин 12,68 Левереж 12,89 уже Видимо 168,169 Теперь 8,12,89 Тут 12,73 Немножко что-то что-то неправильно показывает Вот примерно неплохой вольтметр Вот эти практически идентично показывают Вот как медленно реагирует При 12 мкс При 20 мкс При 50 мкс Почему-то быстрее Моргает При 20 мкс Как-то и при 10 Как-то очень медленно Включил Включил Один При 2000 При 20 мкс При 20 мкс Вот самый лучший Ладно, я могу тут советы давать Может кто-то и так воспользуется ими. Утопя чистота ушла. Утопя чистота ушла. Утопя чистота ушла. Может лучше бы, когда подумали, никого бы не повторял, если они не дают полной информации. Может лучше бы делать эксперименты и быстрее бы придёшь к успеху, чем будешь слепу повторять кого-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...